доброго времени суток и сегодня у нас будет рез по дереву китайской реплики фолкнивен f1 и дырна петровича в общем режет на самом деле он очень острый и ну на данный момент времени где-то в 40 градусов его . ну и он даже бреет погнали сейчас посмотрим заметьте что перчатку на правую руку я не одел тут такое дело что этот нож в принципе как мора наверное нож с ручкой то есть это очень важная часть ножа и в данном случае в чем это говорит о том что вы можете выполнять очень тяжелую работу ножом очень продолжительный период времени и при этом не защищать рабочую руку специальной перчаткой и ничегошеньки на ней не появится они сумасшедших мозолей не разобрете себе руку напрочь например если вам где-то за городом надо срезать много веточек с бревнышка вы должны быть уверены в том что вы не получите себе такую досадную травму как огромный огромный мозоли совершенно не рабочая правая рука это конечно заслуга не тех кто сделал реплику а самой фирмы фолкнивен это волшебные ребята которые придумали волшебный дизайн ножа вот такой вот-вот рукояточкой с небольшой но нужной гардочкой со своей очень хорошей пяточкой по которой можно стучать чем угодно и которой можно стучать по чему угодно я бы даже сказал может даже применим для персонал дефенса но целом я на него смотрю как на такой классный ножик да-да для бушкрафта у меня есть оригинал если честно оригинал мне нравится меньше может быть когда у меня появится дорогая версия фолкнивена из супер дорогой и волшебной стали 3v кажется да ламинированная сталью VG10 а так у меня пока есть обычный вариант фалька оригинального ножа я имею ввиду со сталью VG10 ламинированной сталью 440 по моему в общем какой-то такой мягенькой сталью так вот он знатно знатно выкрашивается и меня это постоянно стремает при этом линза конечно классно всегда себя показывает это во всем практически кроме заточки я если честно не умею сильно здорово ставить не править наводить комвекс например если я скандинавскую заточку такую в принципе можно в походных условиях более-менее легко поправить и даже сделать новенькую а вот с комплексом у меня возникнут сложности но опять же нет предела совершенства это всего лишь говорит о том что я чего-то делать не умею научусь когда-нибудь ну как вам заметьте он не садится то есть заточка на ножей не садится то есть я когда я переснимаю это видео я открою вам секрет то есть я когда снимал первый раз у меня села батарейка мне хотелось не хотелось монтировать из разных кусков я хотел снять целиком видео полностью с начала до конца я был просто не знаю в чрезвычайном восторге во первых то есть я ожидал значительно более скажем так хренового результата я думал что заточка сядет практически ну не знаю в первые минуты и даже не думал дорезать скажем так брусочек то в данном случае ну вы сами видите да то есть я не прилагаю там супер-купер усилий кстати кстати насчет обуха вполне 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 себе комфортный обушок то есть если сравнивать с морой то он с компаньоном обычным да то там совсем все плохо он узенький очень и пальцем усилия не защищенным давать достаточно неприятно потом будет то есть с heavy duty робустом и heavy duty компаньонами там все чуть-чуть получше потому что толщина лезвия 3 миллиметра смотрите китайская железяка грызет дерево будь здоров да то есть я когда купил этот нож ну посмотрел я на него ну наточил ну что-то порезал ну поправил и в принципе больших скажем так надежд я на него никогда не возлагал ну взял с собой куда-то на пикничок использовать в домашнем хозяйстве как ломик пробовал и кстати получалось эффективно достаточно надо было там балконную дверь подрезать чуть-чуть очень здорово сработал но опять же не больше не меньше то есть никаких супер ожиданий я не испытывал и решил попробовать его вот в таком вот тестике и если честно я просто обалдел я вот сейчас режу и до сих пор обалдеваю честно просто отлично да вы и сами видите то есть работая я энд зарезал бы я быстрее наверное но без перчатки я бы не справился точно то есть рука бы уже горела и с учетом того что смотрите какой толстый обух как в принципе то есть толщина клинка мешает мне работать в разрезе мне приходится его расширять делать шире как-то там попытаться ковырнуть сковырнуть то есть будь он чуть-чуть потоньше короче я все это о чем да я про сталь у него термообработку то что дизайн ножа сумасшедший тут и так всем понятно абсолютно абсолютно все продумано длина толщина кстати китай чуть-чуть тоньше чем оригинал ну более-менее габариты да и насколько удобно я не знаю может быть не всем так удобно как мне ну то есть каждый наверное сам сделает выводы ну скажем так свои я сказать обязан просто быстренько правда ну как опа китайский кинжал очень неожиданно для меня очень я думал сейчас все быренько как сядет и опять бери камень правь ничего он резать не будет и когда я в общем так начинал то первое видео я подумал ну сейчас я блин не знаю минут пять поковыряю деревяху все быстро сядет скажу что дешево сердит оно ненадежно ненадолго не для тяжелой работы просто попантоваться покидать в дерево может быть но нет вы представляете вы представляете нет так что тот кто делает реплику и продает ее за такие деньги явно явно хорошо работает и реплика своих денег ой как стоит так что если вам нужен нож чуть крепче чем мор а реально он крепче толще то есть я думаю что им даже канализационный люк можно с такой-то толщиной взять да поддеть кстати можем как-нибудь попробовать не вам такая надежность нужна еще вам нужен нож который будет держать заточку в работе по дереву и не просаживаться ну до разумной степени конечно я не могу сказать что он сейчас будет такой же острый как и был но заметьте здесь обычно как ведет себя очень мягкий металл он делает несколько там эффективных резов таких казалось бы а потом просто берет и перестает резать то есть вы можете хоть сколько угодно пытаться сделать например вот так и у вас смотрите смотрите да режет невзирая на то что геометрия явно ну не под дерево ну сто процентов ну это не конвекс не сканди то есть спуски от обуха угол заточки ну блин ну совсем не супер острый да но режет не садится так я что-то начинаю замедляться это исключительно из-за того что я вот за эти 14 минут въехал уже больше чем на пол клинка мне приходится этим ломиком орудовать так или иначе в достаточно в ушком разрезе ну как контрольный тест на руку Да, красноватая, но опять же, я ничего нигде не стер. Все голой рукой. Уже практически на финишной прямой. Целая куча фронтальных нагрузок. То есть я даже не стесняюсь их выполнять. Блин, ну честно, это кайф. Такой кайф, блин, всего там за сколько, за 15 баксов, да, вы говорите? Да, курс доллара поднялся, но все же, обалдеть. Такой кайф. Такой кайф. Такой кайф. Такой кайф. Такой кайф. Такой кайф. Мне интересно, сама фирма Фолкнивин следит за своими репликами. Не знаю, может быть они глядя на качество реплики снизят цену на оригинал. Такой кайф. Такой кайф. Ну вдруг. Фирма 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 фирма. Такой кайф. Как, врезочка. уже на две трети клинка все это защищенная рукой вуаля это реплика за 15 баксов что-то конечно есть не видно подсел конечно но пробуем нет конечно подсел но я уверен что еще еще одну такую половинку он срежет легко вот так вот надеюсь было интересно до свидания до новых встреч ребята пока